всем привет сегодня на обзор заехала три фонарика причем этот стоит 10 5 и 2 с половиной доллара фонарики абсолютно идут без какой-либо лейба то есть в общем то никакая фирма за них ответственности не несет это стандартные фонарики которые можете заказать на али можете купить на любой другой площадке в своем городе вот поэтому я решил разобраться можно ли брать такие фонарики и вообще на что они годы что объединяет данные фонарики это встроенный аккумулятор он здесь здесь и здесь здесь кстати по моему не встроенный от можно вытащить но тем не менее в них во всех присутствуют аккумуляторы в самом большом и в самом маленьком еще и коп светодиоды то ну что приступим к самому мелкому так у нас тут информация на коробке довольно простая заряжается от юсбшки не боится воды якобы xpe светодиод каблает еще в нем стоит коробка надежная в пути пострадать никак не сможет комплект у нас такой аскетичный провод заряда и собственно сам фонарь вот это вот у нас идет коп светодиод и стандартный линзованный светодиод который якобы xpe стоит внутри данного фонарика замерил его емкость а вернее емкость встроенного аккумулятора 400 миллиампер вполне себе неплохо по яркости данный фонарик на мой взгляд в пределах 200 люмен давайте посмотрим угол засвета не широкий можно сделать точку но на мой взгляд в точке там теряется минимум 50 процентов света также есть у него еще режим мигания чем три режима и режим окоп то есть можно поставить вот так вот примеру на любую поверхность и где-нибудь на пикнике либо же на у вас дома если выключили свет можно его использовать что нравится данном фонаре заряжается от юсбишки вот компактный в общем то можно даже в карман его положить абсолютно не занимает место по времени работы вот этот вот коп работает 2 где-то 2 с копейками часа где-то два с половиной часа основной так как режим 1 и он у него максимальный он проработал ровно полтора часа и потом полностью срубается то есть полтора часа довольно яркого света в общем-то за два с половиной бакса это на мой взгляд норм до забыл сказать у него даже есть свое название называется он x волок 99000 ватт бл 511 заморочились названием особенно мощность не понравилось посмотрим что у нас со средним фонариком здесь вообще никакой информации нету ни о светодиоде не о его мощности в общем то говорится бери да пользуйся ты здесь у нас смотрю комплект богатый хотя бесполезный вот есть зарядка с помощью которой можно заряжать от автомобиля есть зарядка с помощью которой можно заряжать от сети честно говоря не пойму почему бы не сделать просто вход для юсби вот зачем придумывать такую ерунду как зарядки а-ля nokia в общем но китайцам виднее либо же они когда-то сделали очень очень много этих зарядок и теперь просто не знают куда их распихивать кнопка включения здесь располагается впереди на мой взгляд зачастую вот если им часто пользоваться это довольно таки удобно есть клипса для ношения на поясе кстати кстати переставить в обратную сторону не получится на кепку вы его не закрепите по яркости он приблизительно находится на том же уровне что вот этот фонарик единственное здесь у нас идет не линзованный а а вот такой вот стандартный отражатель на мой взгляд такие отражатели поинтереснее они больше передают света но давайте даже сравним вот здесь у нас есть центральное пятно и боковая засветка здесь же вроде как равномерная засветка но как бы она на мой взгляд в общем-то слабее пробивает на расстоянии можно конечно вот так вот сфокусировать но при этом наверно половина света уходит в никуда потому что фокусировка происходит просто скажем так с двиганием вверх вот это вот белое отражающие так сказать линзы и часть цвета вы просто отсекается моделька называется air 881 и мощность здесь всего лишь тысячу ватт в отличие от этого малыша где было написано девяносто девять тысяч ватт вот там как бы китайцы не скромничали по качеству изготовления он находится на том же уровне что и маленький фонарик вот единственное плюс станова фонаря здесь можно вытащить встроенный аккумулятор здесь стоит элемент 14500 и несмотря на то что на нем написано 1200 емкость по факту здесь около трехсот восьмидесяти то есть он абсолютно идентичен по емкости вот с этим маленьким фонариком здесь драйвер устроен несколько иным способом вот этот малыш проработал полтора часа и полностью срубился этот же проработал более пяти часов но он просто постепенно газ то есть где-то час яркого освещения и четыре часа такого легкого угасания когда фонарик уже практически потух аккумулятор я поставил на зарядку и там было напряжение 2 и 7 вольт это практически смертельная для литиевых аккумуляторов то есть если надолго включенным оставить и можете его просто убить ну вот такая вот особенность так и в самой большой коробке у нас такой скажем так домашний большой фонарь называется правда он смол хотя я бы так его не назвал он тут самый крупный ему идет провод для заряда от юсби кстати данный фонарик также может выступать в роли powerbank здесь вот нигде не указано какая емкость здесь указано что есть коп светодиод юсби вход выход кольцо зуммирования и в общем про яркость опять же никакой информации нет и про емкость аккумулятора также но я замерил 1200 здесь аккумулятор то есть если захотите использовать его в качестве пауэрбанка выдаст он ну где-то 750 вот так вот 800 миллиампер не более давайте посмотрим как данный фонарь светит по яркости он самый яркий фонарь здесь стоит как и написано т6 светодиод вот довольно таки яркий то есть 500 люмен он в общем то может выдавать хотя здесь не факт что выдает у него два уровня яркости и режим мигания и кстати что вам скажу интересно у него нет димминга если кто не знает что такое димминг это снижение яркости которая создается путем кратковременного включения фонаря и и когда вы вот так вот проводите фонарем перед глазами к примеру просто остается много отдельных изображений то есть там частота 40 50 герц бывает даже меньше бывает больше в общем если им пользоваться немножко неудобно глаза начинают уставать но здесь как видите две клавиши управления нижняя управляет вот этим вот фонарем кстати светит он довольно таки неплохо и в общем-то довольно направленно то есть он не во все стороны светит где-то угол выдает градусов 30 у него также два режима также без димминга и еще есть вот такой вот красный свет не знаю зачем возможно для сигнализирования возможно для того чтобы использовать его ночью где-нибудь на рыбалке комары такой свет не видят то есть красный свет они не видят и на него слетаться не будут хотя вот в общем-то он довольно таки неплохо освещает кстати интересно возможно он может использоваться как powerbank давайте проверим да функция powerbank присутствует конечно 1200 маловато если вставить сюда хотя бы на три с половиной тысячи аккумулятор то в общем-то эта функция была бы более толковой но так в принципе на крайний случай если нужно позвонить то можно пользоваться давайте замерим наверное яркость за эталон возьмем тип 2 не смотрите что он самый маленький он явно мощнее вот этого фонарика по яркости будет вот потому что он выдает 720 люмен вот здесь стоит два светодиода по 360 принцип измерения какой светить нужно на потолок с расстояние 1 метр а уже отраженный свет замерять в канделах и собственно пропорционально можно вычислить яркость потому что для этих фонарей мы не знаем ее а для этого знаю то есть мы включим режим 200 люмен посмотрим сколько кандел это все дело будет выдавать и приблизительно сможем оценить яркость вот этих фонариков есть такая программка люксометр довольно таки хорошо она работает вот видите сейчас освещение 1900 люкс это очень хорошее освещение это в общем-то для съемки сейчас идет освещение от лампы вот для начала мы по очереди будем включать тип потом маленький средний и большой фонари и замерять какую же яркость они выдают у каждого телефона есть датчик приближения он же датчик освещения как видите мы его закрываем но практически не закрыть до конца не закрывается где-то свет проходит вот видите сейчас не проходит всего два люкса вот а так довольно удобный инструмент для измерения освещенности и так начинаем с тип 2 вторым у нас будет самый маленький фонарик средний фонарик и самый большой а теперь замерим яркость свечения код фонарей начнем с большого и теперь маленький результат вполне себе ожидаемый этот светит до 200 люмин как вы видели этот светит в районе 200 это в принципе прилично и самый большой у нас выдает 400 люмин этого вполне себе достаточно также вы видели сравнение вот этих коп светодиодов они немножечко конечно потусклее а так фонарики вполне себе неплохие вот этот смело можно брать вот этот маленький также можно брать потому что аккумулятор встроен и по емкости он вполне себе неплох хотя режимов маловато но вот за счет коп светодиодов мне кажется данные фонари можно брать этот вот под вопросом кому был обзор полезен а